Дорогие друзья, прямо сейчас в кинотеатрах идет абсолютно новый триумф студии А24. И если до этого фильмы студии вам казались слишком уж артхаусными или же странными, то не переживайте, Падение Империи это самый доступный и понятный для зрителя фильм. Я посмотрел его буквально полчаса назад и мигом же прибежал на студию, потому что очень сильно хотел записать свои истинные неподдельные эмоции. Для меня такой формат немножко новый, потому что я до этого все время записывал ролики по сценариям, поэтому такое живое общение, я надеюсь, вам понравится. Это Road Movie, то есть фильм-путешествие о группе журналистов, которым нужно добраться из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы взять интервью у президента Америки, который вот-вот покинет свой пост. Такая простенькая затравка разбавляется с сеттингом фильма. В Америке происходит гражданская война. В некий плюс я отнесу то, что автор не пытается нас нагрузить бесполезной информацией о том, почему стороны начали друг с другом конфликтовать, кто прав, кто виноват, это совершенно не важно. Главной изюминкой фильма являются отношения между героями, которые вместе отправляются в путешествие. Основная персонажная динамика у нас между двумя девушками-журналистами. Опытного и буквально закаленного в боях мастера своего дела портретизировала Кирстен Данст, та самая Мэри Джейн из Человека-паука. Если вы знаете ее только по этой роли, то здесь она вам раскроется с нового угла, потому что она больше не девочка в опасности. Она работает военным корреспондентом и не боится лезть в самое пекло, снимать трупы, какие-то человеческие мучения, потому что в этом есть правда журналистики. К ней в противовес ставится молодая и неопытная девушка, которую сыграла Кейли Спейни, еще в том году получившая кубок на Венецианском кинофестивале за роль Присциллы в одноименном фильме. Она предстает нам неким бунтующим ребенком, который хочет стать независимым фотографом во время Гражданской войны. Ее мотивация подкрепляется тем, что ее родители живут на своей ферме и не замечают того, что внутри страны вообще-то происходит самая настоящая война. Притом война в фильме показана достаточно точечно. Создатели фильма не пытаются нас удивить как-то масштабом событий, показать огромные армии, которые друг с другом тычкуются, здания, которые взрываются, как в 2001. Здесь же глобальный конфликт показан очень локально. Это хорошо работает на твои ощущения как зрителя, потому что ты все время находишься с персонажами, которых знаешь, и понимаешь те чувства, которые они испытывают в моменте. Падение Империи это отличный пример того, что я имел в виду вот в этом шорте, где я говорил то, что современные военные фильмы попросту изжили себя. Вау, посмотрите, у нас тут самолеты летают, танки, бам-бам-бам, и так весь фильм. Но вот в Падении Империи у нас на первый план выходит именно герой и драма вокруг него. И настоящий герой, исследуемый в этом фильме, это журналист, который буквально выходит только с камерой наперевес, вынуждены смотреть на те ужасы, которые разворачиваются в человеческом обществе, и все это как-то снимать. Это ж, ну, мягко говоря, страшно. Вот именно через эти страдания и будет проходить наша главная героиня. На поверхности это просто хорошо структурированная классическая американская история. Но тут на самом деле целых два главных героя, и твое ощущение от финала фильма будет сугубо зависеть от того, за кого ты, так скажем, переживал больше всего. За взрослого и опытного журналиста, или же за новичка-самоучку. В начале между ними достаточно напряженные отношения. Девочка насильно навязывается в поездку за своим кумиром, и это, разумеется, не нравится персонажу Кирстен Данс, потому что она повидала за свою жизнь невероятно много дерьма. И вот эта совершенно маленькая и неопытная девочка, которая вооружается пленочным фотоаппаратом, что, разумеется, в наше время супер неудобно и геморройно, попадает в гучу событий, от которой поначалу Кирстен Данс пыталась ее отговорить. Я не буду, естественно, спойлерить, потому что я очень хочу, чтобы вы пошли в кинотеатр и посмотрели сами этот фильм, но держите в голове вот эту мою мысль про двух главных героев. И как я описывал вот в моем ролике про концовки сбоку, ощущение от финала сугубо зависит от того, какой у нас будет персонаж в конце истории, относительно того, какой он был в начале. Короче, вау, просто страх и ненависть в Лас-Вегасе. Второстепенные персонажи также получились на очень крепком, хорошем уровне. У нас есть старичок Пузатик, который является неким голосом-разумом, он часто отговаривает героев лезть на рожон, из-за того, что ему тяжело ходить, постоянно отсиживается где-то, но при том в нужный момент помогает нашим героям. Также у нас есть мужичок Джоэл. Его не назвать комик-релифом, но все самое светлое, доброе и веселое крутится вокруг этого персонажа. Интересная деталь в том, что он именно журналист с точки зрения того, что он берет и пишет текст, но он не фотографирует. Поэтому он все время находится где-то позади всех военных, прячется, но при том не трусливо, а просто потому, что ему, ну, не нужно вылезать, чтобы что-то сделать по своей работе. А вот кому нужно вылезать, так это героиня Кирстен Данс, которая со своим фотоаппаратом делает чик-чик-чик-чик-чик-чик прямо за спинами у людей, которые стреляют друг в друга. Че же я все про сюжет да сюжет? Давайте поговорим и про картинку, и про декорации, и про то, как это смонтировано, потому что студия А24, во-первых, имеет сейчас бабки для того, чтобы это все делать на должном уровне, потому что в индустрии она заимела статус первоклассного создателя фильмов. Соответственно, лучшие умы нашего человечества рвутся туда, чтобы создавать фильмы. Бюджет в 50 миллионов долларов, а это, на секундочку, сейчас я посчитаю, сколько это будет в чебурашках. Это, если что, касса двух с половиной чебурашек, так что вы думайте, да, насколько это дорогущий фильм. Короче, он здесь виден. У нас есть и очень много военной техники, каких-то классных пролетов, взрывов, бэм-бэм-бэм, но оно направлено не на развлечения, а на то, чтобы тебя шокировать. И вот сквозь все эти просторы разнообразных, но при том и локальных локаций, у нас рождается очень четкий портрет военного журналиста, который вынужден отбрасывать все свои человеческие качества для того, чтобы безупречно выполнять свою работу. К этому мы прибавляем еще и разрушенные города, очень реалистично поставленные убийства людей и получаем антимилитаристический и очень гуманный посыл, который передается буквально только через окружение. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что война — это плохо. Но, тем не менее, персонажи высказываются об этом и добавляют очень емкие, но при том умные фразы. Как, например, то, что персонаж Кирстен Данст, каждый раз возвращаясь с поля боя, верит то, что после фотографии, которые она опубликует, люди перестанут тянуться за оружием. Но мы, к сожалению, живем в мире, где этот цикл продолжается вновь и вновь. Честно, я не знаю сейчас, на каком моменте ролика я нахожусь, потому что я просто сижу перед камерой, а у меня мысли вот так вот бам-бам-бам прыгают. Настолько много этот фильм дал мне для размышления. Поэтому давайте я емко подведу итоги, чтобы вы поняли вообще, что я хотел сказать. Падение Империи — это первоклассно снятое кино. С технической и визуальной точки зрения к фильму вообще не докопаться. Мне лично ближе всего приходит в сравнение фильм Найткроллер или же Стрингер с Джейком Джилленхоллом, который отлично отражает идею, цель оправдывает средства. Как в случае и со Стрингером, Падение Империи тоже очень темная история. Но не бойтесь остаться разочарованным или же напуганным до смерти. Я считаю, что это отличное кино для просмотра, потому что оно гарантированно даст вам очень большой спектр эмоций. Наравне с радостью и теплыми чувствами от проведения в компании хороших персонажей, заканчивая размышлениями на очень многие темы, почему люди вообще выбирают такие опасные профессии, к чему приводит одержимое желание достичь своей цели, перемешку с человеческими идеями дружбы, семьи, наставничества, так еще и с постоянным изменением тона и темпа фильма. Отчего смотреть такое кино не скучно. И я уверяю, что при просмотре сердечный ритм вам не одни американские горки устроит. Спасибо за просмотр, зацените мои другие видосы, хорошего вам похода в кинотеатр и пока.